Простые идеи стали реальным решением насущной проблемы латиноамериканского региона. Студенты столичного вуза Бразилии смогли спроектировать абсолютно безопасную и малозатратную систему переработки дождевой воды в питьевую. По мнению экспертов, сегодня такие инновации помогут решить проблему не только отдельной страны, но и всего мира. С подробностями наш корреспондент Бразилии Анна Орлова. Альтернативные источники энергии теперь основная цель одного из главных вузов Бразилии. Именно здесь студентам факультета архитектуры и урбанизма удалось дать реальную надежду жителям бедных кварталов. Регион, где вопрос нехватки чистой воды стал, пожалуй, одним из приоритетных. Система простая и в то же время достаточно инновационная. Наши студенты предложили собирать дождевую воду и потом перерабатывать ее в питьевую. Казалось бы, что это легко и, возможно, мы могли бы придумать это раньше, но именно молодые инженеры смогли реализовать идею на практике. Для самой же очистки инженеры используют специальный фильтр. Все детали которого сделаны из переработанного мусора. Он, к слову, тоже разработан энтузиастами. Пока же в университете создали всего один рабочий прототип. Дорабатываются последние детали. Сейчас в планах сделать проект еще более экологичным и с минимальными затратами для его дальнейшего выпуска. Все идеи, которые возникают при создании источников альтернативной энергии, мы обсуждаем не только с преподавателями университета, но и получаем советы от уже крупных предприятий. Гордимся и тем, что сам проект по сбору дождевой воды позволит заявить о нас как инженерах не только в Бразилии, но и в мировом сообществе. Главная особенность проекта – простота и низкая цена его реализации. По мнению правительства, именно это сейчас и нужно жителям районов трущоб по всей Бразилии. Стоит отметить, что материалы для своих проектов студенты бразильского вуза также используют с приставкой «ЭКО». Такую идею собираются поддержать и крупные инвесторы латиноамериканского региона. Правда, как говорят сами разработчики, о масштабном производстве инновационной системы пока говорить рано. Еще одной инициативой бразильских студентов стал солнечный водонагреватель. В качестве основного материала молодые ученые взяли пластиковые бутылки и окрасили их в черный цвет. Кажется, что идея проста, но пока ее никто не смог реализовать с научным подходом. Такой способ, по мнению экспертов, позволит не только сохранить энергию на обогрев воды, но и сократить утилизацию пластика в регионе. Анна Орлова и Герберт Рейс. Специально для Хабар-24. Бразилия.